На своей волне Всем здравствуйте! Я надеюсь, у вас сегодня отличное, хорошее, доброе настроение, потому что опять наша программа на своей волне пригласила замечательного человека, великолепного музыканта. Это Сергей Дедов. Давайте знакомиться. На своей волне Что нужно для счастья? Не так уж и много. Самую малость удачу в дороге, Хороших попутчиков, Добрую песню, чтоб жить становилось, Лишь интересней Хороших попутчиков, Добрую песню, чтоб жить становилось, Лишь интересней Ни Бентли, ни Лексус и ни Мерседес, Ни яхт, ни домов, ни богинь, ни принцесс. Старенький дворик и небо в окне, Солнечный зайчик на серой стене. Старенький дворик и небо в окне, Солнечный зайчик на серой стене. Родных и друзей веселые взгляды, Любимые глаза, которые рядом, Чтоб дом мой всегда обходила ненастье. Вот все, что нужно для моего счастья, Чтоб дом мой всегда обходила ненастье. Как мало, однако, нам нужно для счастья. Итак, сегодня на своей волне гитарист, исполнитель Сергей Дедов. Сергей, здравствуй. Здравствуйте. Я рад тебя видеть сегодня у нас здесь, в нашей студии, на своей волне. Для тех телезрителей, кто только, может быть, впервые тебя увидел, могу сказать, что три года тому назад Сергей был в нашем городе, давал концерты вместе с Женей Ефимовой, тоже нашей замечательной исполнительницей. Ну и сегодня он опять у нас здесь, будет радовать нас своим творчеством и своей игрой. Кстати, ты же совсем недавно стал преподавателем. Ну как недавно? Я преподаю на данный момент уже где-то года три. Ага, то есть вот как раз в 2011 году все это и произошло. Да, 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 как раз примерно в это время я начал свою преподавательскую деятельность. То есть что-то закончил, да? Я закончил музыкальное училище в нашем городе, в Электростале, и в данный момент получаю высшее уже образование в институте. То есть ты играешь сам и еще учишь детей? И учу, да, ребят. Скажи, пожалуйста, а много желающих научиться играть на гитаре? Потому что сейчас век, скажем так, информатики, интернета, может быть, к живым инструментам и не тянутся? Нет, ну не совсем так. Гитара вообще всегда была довольно популярным инструментом. И всегда хватает учеников, класс всегда полный. А вот сегодня мы услышали песню в твоем исполнении, песню о счастье, да? А вот как ты считаешь, как можно быть счастливым? И вообще вот ты спел эту песню, да, о счастье. Ты же вкладываешь в это понятие что-то свое. Вот как по-твоему можно быть счастливым? Ну, понятие счастья, конечно, у каждого человека это индивидуально. Кому-то нужно одно, кому-то нужно другое. Но всегда какие-то общие ценности есть у людей, да, взаимопонимание с окружающими, любовь, поддержка близких, ну и, конечно же, занятие любимым делом, я думаю. А ты вот как раз играешь на гитаре, это твое любимое дело? Да, в этом плане я, наверное, счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом. Ну, получается, что ты играешь не только для себя, но и для окружающих. Кто твои поклонники, кто твои зрители? Вот, кто тебя слушает? Ну, это зависит. Концертов бывает много всяких, бывает различная публика, то есть там нельзя назвать какой-то конкретный возраст, зрители от молодой до великой. А друзья, которые тебя окружают, скажем, или девушка, скажем, да, вот как она относится к тому, что ты играешь на гитаре? Наверняка она считает тебя романтичным очень человеком, нет? Наверное, да. Ну, и друзья тоже ходят и на концерты поддерживать меня. Могут они тебе что-то либо посоветовать, либо что-то там сказать, что... Да, бывает, потому что у меня как бы многие друзья, они сами музыканты, да, там, с тем учились вместе когда-то. То есть бывает то, что концертов там практически разбор полетов, могут что-то сказать, вот это вот так было, вот это не очень в этот раз. Ну, вот тебе же приходится исполнять что-то на концертах, скажем, не свое. Что тебе ближе? Классика или современные какие-нибудь музыканты? Ну, смотря о чем мы говорим, о инструментальном музыке? Да, конечно же. В принципе, нет у меня такого разграничения, то есть мне нравится как и старинная музыка, там, начиная от баха, в последнее время я очень люблю играть, и вплоть до современных композиторов, вот в вашей программе сегодня я тоже. сыграю в последний день современного композитора. А вот ту песню, которую мы сейчас услышали, «Счастье», она как была написана? То есть это ты написал ее сам уже? Очень интересная история с этой песней. Как-то, по-моему, как раз в том же 11-м году после приезда с одного конкурса я умудрился загреметь с тяжелой ангиной в больницу. Так. Вот, и мне пришлось там где-то недели две лежать, то есть времени было предостаточно, и, в общем, получилось, что я написал несколько песен, несколько стихов как раз в это время. Так. Вот такая интересная история. И появилась вот эта песня о счастье. А когда ты написал эту песню, ты выздоровел? Ну, можно сказать, да. Я к чему клоню? Дело в том, что вообще песни, все песни, все музыкальные какие-то произведения или стихи, человек всегда пишет под влияние чего-либо. Либо ему хорошо, либо ему плохо. Так вот, когда ему плохо, когда он пишет что-то, какой-то там, или стихотворение там, или песню, то, как правило, он вот это плохое все, скажем, распыляет в этой песне, и человек выздоравливает. Вот как ты к этому относишься? Конечно, я совершенно согласен с этим. Там, скажем, там кто-нибудь или бросил кого-нибудь, там вот очень часто, да, там девочки пишут стихи, когда их... Вообще, да, это некая такая психологическая терапия, то есть когда в тебе накапливается что-то, очень полезно в творчестве, например. Кто-то рисует, кстати, да. Кто-то пишет стихи, кто-то в музыку. А ты веришь вообще вот в магию, скажем, да, в волшебство? Это интересно. Ну, творчество, это вообще, можно сказать. Магия? Волшебство, конечно. Волшебство. И музыка в особенности. Что мы сейчас услышим, какую песню? Не песню, а я знаю, что ты же еще и гитарист, так ведь? Да, по образованию я вообще классический гитарист. И вот помимо песен я сегодня сыграю инструментальное произведение. Это будет, как я уже сказал, произведение современного кубинского автора Лео Браулера «Один день в ноябре». Игорь да, по-другому. Игорь, по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не Ален Дулон, и без королевства неплохо, но вдвоем И вместо виловницы у нас обычный дом Внутри нас целый мир, и счастливы мы в нем Мы с тобой снимем свой кинофильм Только мне скажи, и сказкой станет быль Мы с тобой снимем свой кинофильм Только мне скажи, и сказкой станет быль Сегодня на своей волне Сергей Дедов Музыкант, который живет в электростале Но его песни любят, его песни знают И я надеюсь, вы тоже заинтересовались творчеством этого молодого исполнителя Сергей, вот мы говорим, что гитара, гитара Многие музыканты играют не только на одном инструменте У тебя были какие-то моменты, когда ты, скажем, играл на фортепиано? Да, кстати, на фортепиано я очень люблю играть Вот недавно себе приобрел очень неплохой инструмент Ну, так как я обучался в музыкальных заведениях, музыкальной школе, музыкальном училище У нас помимо основного инструмента, специальность называется, да, у меня гитара была То у всех обычно общее фортепиано есть То есть фортепиано обязан владеть музыкантом Не было мысли взять и перейти опять-таки на фортепиано играть? Нет, я все-таки люблю этот инструмент, но все-таки во вторую очередь после гитары У тебя очень много было, опять-таки, опыта игры с другими музыкантами, артистами Как ты себя чувствуешь, скажем, в коллективе? Потому что в итоге ты сейчас играешь один А это напоминает несколько, что ты лидер, что ты любишь быть один Или я ошибаюсь? Ну, тут такая двояка ситуация, на самом деле Потому что есть ряд таких бытовых, банальных причин Какие? Ну, работа в коллективе всегда подразумевает, да, то, что тебе всегда надо быть готовым, если что, сорваться, куда-то поехать Потому что ты не можешь подвести коллектив Когда ты работаешь один, то уже все-таки это от тебя зависит Ты захотел, поехал, захотел, не поехал Все-таки ты сам распоряжаешься своим временем Но, тем не менее, я люблю играть в коллективе Я много с тем переиграл С Женей Ефимовой, да, мы концерт делали как раз у вас несколько лет назад С Александром Абакумовым тоже мы к вам приезжали Да, это было В коллективе три в одном я играл несколько лет Скажи, ты легко подстраиваешься, скажем, под другого человека? Я понимаю, что наша передача на своей волне И мы здесь, наоборот, показываем и рассказываем волну того или иного артиста Который приходит к нам в студию У тебя есть волна Но иной раз приходится подстраиваться под человека Легко ли ты это делаешь? Ну, если ты работаешь в коллективе Тем не менее, в любом случае тебе приходится подстраиваться Ну, как бы, ты делаешь это с удовольствием Потому что ты играешь с теми, кто тебе интересен И под них ты с удовольствием постараешься То есть мне на самом деле нравится Там, на соло гитаре, например, кому-то подыгрывать То есть я не чувствую себя там на втором плане Как будто Ну, конечно Я это делаю с удовольствием Ой, если ты это делаешь с удовольствием То сейчас, я надеюсь, вы тоже перейдете на волну Сергея Дедова И, конечно же, вам понравится его игра на гитаре Вот сейчас мы услышим что? Сейчас мы услышим довольно популярную мелодию Я думаю, ее все узнают Бразильского композитора Абреу Тико-Тико Тико-Тико Батилье Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Держишься? Ну, не сказать, что я прям как-то слежу своим стилем Ну, так повелось Я и начинал, так скажем, с рок-музыки По моему внешнему виду это видно Рок-музыка была же и так у тебя? Да, то есть, опять-таки, на гитаре я начал играть После просмотра какого-то концерта Я увидел какую-то рок-группу, но и мне очень понравилось Вот как гитарист А у тебя есть кумиры в рок-музыке, скажем, да? Какие-то? Или ты сейчас отошел от нее и больше все-таки С классикой и с бардовским направлением, нет? Ну, не то, чтобы отошел Ну, играть как бы я, наверное, не играю ее Хотя вот тоже с Александром Молоком У нас была какая-то группа Ну, так вот, рок, в принципе, с ним даже играли Вот, но очень люблю я слушать рок-музыку Кстати, до сих пор Вот, но как бы занимаюсь в основном в классическом направлении Ну, потому что классика – это основа Рок-музыка, она же потом уже появилась А все основа любой вещи Пусть, скажем, если это популярная музыка Это все равно все идет из классики Так же и все здесь И может быть у тебя, кстати, вот эта классическая тоже такая стрижка Я именно вот это имел в виду В заключении нашей беседы, в заключении нашей передачи Я всегда прошу наших гостей раскрыть секрет, как поймать свою волну Как оказаться на своей волне Потому что мы уже пришли к выводу, что быть на своей волне – это всегда здорово Это всегда, скажем, ну, приносит какие-то бонусы тебе Ты всегда выглядишь более, скажем, обаятельным и привлекательным, да? Когда ты находишь свою волну Вот скажи, ты нашел свою же волну? Я думаю, да, опять-таки, как я уже сказал Главное заниматься любимым делом Когда ты чувствуешь себя уверенно в своей тарелке То, соответственно, находишься на своей волне Тебе комфортно и ты себя уверенно чувствуешь А вот он и секрет от Сергея Дедова Занимайтесь любимым делом Любите то, что вы делаете И вы обязательно окажетесь на своей волне Сереж, я тебе желаю всего самого доброго Пускай в твоей жизни будет много концертов Это самое главное Пускай у тебя будет много поклонников А твое творчество радует всех зрителей И телезрителей даже нашего телеканала Спасибо большое И удачи Какую песню мы сейчас услышим? И в заключении мы услышим песню «Здесь и сейчас» «Здесь и сейчас» Ну что же, сегодня нашим гостем был Замечательный гитарист, исполнитель Сергей Дедов До встречи Вновь окончен твой день полный дел Снова ты спешил, но не успел В постоянной гонке ты находишь азарт Не остановившись хоть раз Жизнь не хинопленка, не смотаешь назад Мы живем лишь раз, здесь и сейчас А вокруг тебя полно людей Много ли среди них твоих друзей Важно вовремя уйти От тех, с кем не по пути Помни тех, кто дорог для нас Что ждет впереди Нам ответа не найти Проживи свой час Здесь и сейчас На своей волне 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 Продолжение следует...